Сегодня, впрочем, и не только дом Рифа Насифуловича полон. Здесь, как всегда, рады гостям, тем более, когда гости по случаю юбилея хозяина дома. Риф Шайдулин всех встречает лично. И вот сегодня он принимает поздравления от заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству. С очень большим уважением к ним отношусь, лично я, потому что он всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, в воротном колхозе. Как только отучился после армейских, после службы в армии, приехал и после вечерних курсов начал работать в колхозе. Всю жизнь здесь проработал, многие годы. Все его знают, все жители данного сельского поселения. Раньше в колхозе работать, это с нынешними условиями не сравнить. Там более жесткие условия были, работой обеспечены были многие работники. Не было сезонности, летом заготавливали сено, солому, скирды уже перевозили зимой. Сегодня мы видим его в таком бодром состоянии. Желаем ему, конечно же, здоровья, долгих лет жизни, радовать население, детей. И чтобы дети его не огорчали. И со своей стороны мы всячески готовы его поддерживать и будем. И это действительно так. Несмотря на почтенный возраст, Риф Насифулович продолжает вести активный образ жизни. Ни минуты не сидит на месте, следит за своим большим хозяйством и продолжает водить автомобиль. Такой характер трудовика у него выработался с детства. Деревенские ребятишки с малых лет привлекались к работе в колхозах. Было у простого деревенского парнишки Рифа желание уехать из родной деревни и покорять города. Возможно. Но сделать это было очень сложно. Я жил тут, пришлось. Никуда выехать не смог. Не было паспорта. В молодости не выдавали. А без паспорта никуда. Так и жили с малых лет. Так и живём. Возможностей было много уехать. Но сейчас, спустя годы, он нисколько не жалеет, что всё так сложилось. После службы в армии Риф Шайдулин вернулся в родные края. Здесь в деревне проработал всю жизнь в родном колхозе. Сначала механизатором, а потом шофёром. Здесь же женился, родились три дочки. В деревне сейчас лучше, чем раньше. Только рабочих не хватает на производстве, потому что не платят. Многие обратно приезжают в колхоз. Сначала я работал трактористом после армии, 10 лет. Потом окончил курс водителя, 7-месячный, в нефтекамской автошколе. И по сей день езжу на машине. К сожалению, в 2012 году Рифу Шайдулину пришлось пережить тяжёлую трату. Не стало его любимой супруги Мавзиды. Но дети и внуки, а их у Рифа Шайдулина сегодня 5, всегда рядом. Хотя многие живут уже давно отдельно, но очень любят собираться все вместе за большим столом. Обсудить успехи друг друга и просто поболтать. И о чём человек, окружённый любовью и заботой детей и внуков, может ещё мечтать. Не болеть, жить надо ещё до 100 лет. Я так думал. Не знаю, как будет. Неужели не болеть. Всю жизнь Риф Шайдулин работал и жил по совести. И благодаря чему заслужил большое уважение коллег, односельчан и руководства района. Он трижды становился победителем социалистических соревнований, дважды ударник пятилеток, дважды удостоен звания лучший шофёр района. Награждён юбилейной медалью за доблестный труд в честь столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Бронзовой медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР и является почётным гражданином Краснокамского района.